В Краснодарском крае практически в каждой сфере жизни, в культуре, экологии, спорте, в оказании помощи инвалидам и пожилым людям активно участвуют волонтёры. Близко к сердцу принимают они насущные проблемы земляков и стараются им помочь. В числе кубанских волонтёров есть и немало славянцев, которые занимаются этой благородной деятельностью по зову своего сердца. Далеко не случайно кубанские волонтёры, а в их числе и славянские, на самом хорошем счету. В настоящее время, как никогда, очень востребованы справедливость и внимание. Внимание необходимо как со стороны властей, так и со стороны людей друг к другу. Поэтому добровольчество дорого своим вниманием ко всем, кто в этом нуждается. Если раньше у нас было больше волонтёров событийных, ну и соответственно тоже помогали и ветеранам, нуждающимся, пенсионерам, высаживали аллеи, наводили санитарные порядки, то сегодня социальное волонтёрство в приоритете, конечно, тем более в нынешней сложившейся обстановке. Нам отрадно, что на федеральном уровне волонтёрство и добровольчество уже закреплено в Конституции. Скоро будет утверждён, мы надеемся, утверждён закон о молодёжной политике, где чётко прописана, будет уже регламентирована работа волонтёрских отрядов. Славянские волонтёры начали свою работу ещё в первом десятилетии 21 века. И с тех пор эта деятельность не прекращается, обретая с каждым годом новые черты. Ежедневно звонят, записываются, получают волонтёрскую книжку, получают полную информацию, где какую помощь они могут оказать. Не только волонтёры, но и ребята, которые с активной гражданской позиции, которые с открытой душой, добрым сердцем есть, и общественники. Это не только ребята, молодёжь, студенты, но и более взрослые люди, семейные люди, которые тоже проявляют инициативу в добровольчестве, помогают людям, собирают средства для того, чтобы передать многодетную семью или семье, которая пострадала в результате какого-то чрезвычайного происшествия, пожар. Просто семья, у которой тяжёлая жизненная ситуация. Ребята занимаются поиском средств, поиском мебели, одежды, бытовой техники и так далее. Мы со своей стороны эту инициативу только поддержим, только за любые какие-то начинания. Без всяких сомнений и лишних раздумий на помощь славянским пенсионерам в нынешнем году пришли волонтёры. При районном управлении по делам молодёжи был создан оперативный штаб проекта «Мы вместе», который координировал эту очень полезную работу. Мы эту акцию подхватили, как и все. Многих ребят наградили, самых активных. Люди просто на безвозмездной основе, бескорыстной основе тратили своё время, свои деньги на бензин, на транспорт, покупали продукты, доставляли продукты. Людям, у которых просто плохо с финансами, предприниматели помогали финансово. То есть наши люди, жители Славянского района, в большей степени, конечно, добрые, отзывчивые. Протянуть руку помощи нуждающимся – вот черта, присущая жителям Кубани. И в 2020 году, когда всем выпали нелёгкие испытания, добровольцами часто становились те, кто раньше не имел никакого отношения к волонтёрству. Самое главное, что ребята занимаются добрыми делами по зову своего сердца. Я решил попробовать себя в этом направлении. И так учился, дали задание помочь покрасить бордюре в городе. А потом красил столбы, также помогал администрации, следили за городом. А после уже началась деятельность волонтёров, то бишь начали помогать людям именно с ограниченными возможностями. И на протяжении около полгода мы с моими товарищами ходим к инвалидам. Почему я туда пошёл? Это возможность помогать людям, которые нуждаются в моей помощи. Это так же, как, наверное, для большинства волонтёров. Это новый круг общения, новые люди, новые знакомства, участие в различных интересных форумах, мероприятиях, таких как «Согреем сердца» либо «Недавно это мы вместе». Также мы организовывали мероприятия в соревнованиях, то есть военно-патриотические соревнования. Были соревнования людей с ограниченными способностями, паралимпийские игры у нас в Славянском районе. Также мы убираем памятники, памятники погибшим солдатам и так далее. Ещё мы ездим к пенсионерам, убираем у них в домах, привозим им продукты. Работать не на показ, а на результат – это очень важно. Люди благодарны волонтёрам за содействие, и эта благодарность даёт ребятам новые силы. Наши волонтёры участвуют во многих акциях, как в своих, так и в районах краевых и всероссийских. Также они ездят у нас на всероссийские фестивали, например, такие, как фестиваль «Таврида арт», который был в 2019 и 2020 году. Помимо этого, ещё есть корпус общественных наблюдателей, где наши студенты выступают федеральными общественными наблюдателями на ЕГЭ. Это также волонтёрский проект. Нынешний год с его непростой ситуацией из-за пандемии коронавируса стал настоящей проверкой на человечность. И эту проверку славянские волонтёры с честью выдержали. Мы занимались закупкой лекарственных средств, продуктовых наборов, помогали оплачивать жилищно-коммунальные услуги. То есть старались сделать всё, чтобы лица старше 65 лет не покидали свои дома. То есть помогали им защититься от заражения этой инфекцией. Я считаю, что добро, оно всегда вернётся. Поэтому волонтёрство сейчас, как никогда, актуально. Участие в волонтёрском движении не только обогащает ребят духовно, но и расширяет их кругозор, позволяет познакомиться с интересными людьми и даже способствует профессиональному росту, что вполне реально. Всё началось в 2008 году, когда я пришёл простым волонтёром в Управление по делам молодёжи Славянского района, будучи студентом института. На тот момент у меня была одна мысль в голове – быть полезным обществом. С того момента жизнь перевернулась. Я участвовал в мероприятиях, потом начал их сам организовать. И мне поступило предложение трудоустройства на должность специалиста в молодёжный центр. Мы создали районный волонтёрский клуб «Пчела». Надеюсь, он ещё функционирует и на сегодняшний день. Мы собирались на различные капустники, отмечали дни рождения, ездили на форумы. Ну и, конечно же, безвозмездно и бескорыстно делали добрые дела. Доброта и участие всё больше будут востребованы и нужны людям. Славянские добровольцы это хорошо знают и готовы продолжать свою важную и нужную работу. И, конечно же, всё у них получится. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».